Выпускники Фокина вновь держат экзамен. 30 мая в городском округе прошли предметные испытания для 11-классников. Ребята сдавали ЕГЭ по истории, биологии и информатике. Порядка 100 человек пожелали проверить свои знания по этим предметам. Ровно в 10 часов утра ребята заняли свои места в аудиториях. Сегодня они сдают единый государственный экзамен по выбранным предметам. Аттестацию проходят выпускники фокинских школ, выбравшие в дополнение к основным русскому и математике историю, биологию или информатику. Большинство ребят предпочли гуманитарные науки. 95 человек. И лишь четверо отважились проверить уровень своих знаний в области информационных технологий. Процедуры проведения госэкзамена жестко отработаны. Конверты с тестовыми вопросами скрываются в классе непосредственно перед началом испытаний. После окончания экзамена все работы запечатываются в присутствии официальных проверяющих. Вот это конверты, которые поставляются в аудиторию, они в запечатанном виде, все в пластике, то есть герметично все это закрыто, то есть открыть его. Детям мы показываем, когда мы заходим в аудиторию, то есть начинается экзамен, показываем, что детям доставлен пакет в закрытом виде, запечатанном. В этом году предприняты дополнительные меры контроля. На пунктах проведения экзаменов впервые используются технические средства для подавления сигнала мобильных телефонов. В 256-й школе, где проходит ЕГЭ, установлено три. Радиус действия каждого составляет порядка 40 метров, что исключает возможность использования интернет-ресурса с помощью мобильной связи. Во время экзамена по русскому языку был представитель департамента, проверяли, как работают подавители сотовой связи. Кабинетов было также восемь, но, к сожалению, не везде в кабинетах берет эта связь. То есть где-то, ну, наверное, разные компании АКОС берут лучшее, допустим, Мегафон не берет. Поэтому, наверное, они учтут вот это, и на следующий год, скорее всего, подавители сотовой связи, наверное, будут в каждом кабинете. Что это будет даже лучше. 27 мая выпускники городского округа уже сдали первый ЕГЭ по русскому языку. На выполнение всех заданий ребятам предоставили на 30 минут больше, чем прежде. 3,5 часа. По словам уполномоченного представителя экзаменационной комиссии Светланы Зубрилиной, при проведении важного для получения аттестата экзамена никаких нарушений отмечено не было. Никто не удалялся, никого мы не удаляли, замечаний не было. Надеемся, но апелляции по процедуре проведения дети не подавали. Единственное, что могут подать апелляцию по результатам экзамена, если что-то их не устроит, это, ради бога, они могут звонить в Владивосток подавать апелляцию такую. Каждый год такие апелляции поддаются, но был семинар, и нам сказали, что удовлетворяют процентов 5 всего апелляции. Причем, если ребенок поддает по результатам экзамена, там могут рассмотреть апелляции как в сторону повышения баллов, так и в сторону понижения. Работу могут присмотреть и баллы могут снизить. В эти майские дни прошли проверку на усвоение полученных на школьных уроках знаний и ученики девятых классов городских образовательных учреждений. ГИА сдали по русскому языку. Они сдавали каждый на своей школе. Вчера комиссия предметная проверила работы, и завтра эти работы отвожу во Владивосток. Мы проверяем только вторую часть. Первую часть проверяет компьютер. Поэтому везем бланки во Владивосток. Точно так же и ЕГЭ. Часть первую А и Б, там, где дети заполняют окошечки, это проверяет компьютер. Часть С проверяют педагоги. Комиссия работает во Владивостоке. Мы пакетируем, конверты заплеют в аудитории, мы отправляем их в Артем. Это там наш пункт приема экзаменационных материалов. В Артеме собирается информация с Фокина, Большого Камня, Шкотовского района, самого Артема и Нарвежинского района. И потом все это отправляется во Владивосток. Всего в этом году ЕГЭ Фокина сдают 198 человек. 10 из них – выпускники прошлых лет. Наиболее востребованным дополнительным предметом по-прежнему остается общество знания. Его выбрали около 100 человек. Наименьшей популярностью пользуются литература, география и информатика.